МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 марта до 30 июня. В этот период подают заявление в школу по месту регистрации или другую, при наличии льгот. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. В это время можно будет подать заявление через единый портал госуслуг в любую школу города на свободные места. В льготном порядке в школу зачисляются дети военнослужащих, сотрудников полиции, дети-сироты и другие категории граждан. В данном случае к заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие статус учащегося. По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке, говорится в телеграм-канале Октябрьского района. Над реализацией этого функционала работают специалисты регионального Минздрава. Чтобы получить препараты в аптеке, не нужно будет предъявлять никаких документов, кроме карты. Фармацевт проверит наличие электронного рецепта и выдаст препарат. Кроме того, уже год карта может быть использована как идентификатор полица ОМС. 16 марта состоялось 28-е заседание Совета депутатов под председательством Николая Скобеева. В работе приняли участие представители администрации железнодорожного внутригородского района и заместитель прокурора Наталья Антипина. Говорится в телеграм-канале. Основной темой заседания стал вопрос о внесении изменений в бюджет железнодорожного внутригородского района. Все вопросы повестки рассмотрены и приняты единогласно. В Самарской области для семей военнослужащих продолжают свое действие меры социальной поддержки. Напоминают в телеграм-канале Куйбышевского района. За каждой семьей, которая проживает на территории нашего района, закреплен куратор из отдела по социальной работе. Специалисты консультируют семьи по вопросам получения льгот и выплат, отвечают на интересующие вопросы, а также помогают в решении проблем. В случае возникновения вопросов звоните по телефону 330-3181-330-1116.